Доказательство преступных действий Баку. Уничтожение кладбищ в Арцахе Ле Фигаро, находящиеся под угрозой культурное наследие Арцаха Ван Касар. Картины армянского художника выставлены в Нью-Дели. Левон Джул Фалакян включен в зал слабой Международной Федерации Борьбы. 22 июля состоялось очередное заседание Совета правительства Республики Западной Армения. Со вступительную речью выступила президент Республики Западной Армения Лития Маркосян, представив права коренных народов, подчеркнув, Западная Армения существует и готова защищать права коренных народов. Президент представила подробности визита делегации Республики Западной Армения в музей-институт геноцида. Во время визита участники делегации обсудили с директором музея дальнейшие совместные программы, связанные с Арцахом. Правительство Республики Западной Армения приглашает граждан принять участие в торжественной церемонии, посвященной 104-й годовщине независимости Килики. Церемония состоится в воскресенье 4 августа в 11.00. Столь важное мероприятие даст возможность еще раз вспомнить и почтить подвиги наших героических предков, которые боролись за свободу и независимость нашей Родины. В ходе мероприятия запланированы исторические очерки о героическом прошлом Килики. С речью выступят искусствоведы, представив богатое культурное наследие Килики, национальные ценности и традиции. Правительство подчеркивает, мероприятие станет важной платформой, чтобы передать новому поколению наше чувство гордости и стойкости. Бывший защитник прав человека Арман Татуям представил международным журналистам доказательства преступных действий, совершенных со стороны Баку в Арцахе и приграничных населенных пунктах Восточной Армении, государственную политику расизма и враждебности к армянам, уничтожение армянской идентичности. Арман Татуям подчеркнул, что вооруженные силы Баку грубо нарушают право жителей приграничных районов. Жители приграничных городов и сел лишены нормальной и безопасной жизни. И все это происходит при прямом покровительстве властей Баку. Подчеркнув, Баку будет продолжать свою политику до тех пор, пока нет наказуемости, подрывая безопасность и права человека в Восточной Армении. По мнению историка средневекового искусства и специалиста по Кавказу Патрика Дона Бетяна, политика Баку – это продолжение политики Османской империи XIX века с использованием новых средств, направленных на то, чтобы стереть присутствие всего армянства из региона. Об этом пишет французская газета «Ле Фигаро». Шаг за шагом они уничтожали население, совершенный против армян геноцид, уничтожали их наследие или передавали его другим. Цель состояла в том, чтобы предотвратить их возвращение после выселения населения и показать, что армяне и иностранцы этого региона и не имеют права на эти земли, отмечается в статье. Именно поэтому они нацелены на кладбище. Кладбище занимает важное место в идентичности армян и тесно связан с предками, с их знаменитыми хачкарами, надгробиями, самые старые из которых датируются IX веком. Подверглись многочисленным атакам вандализма во время военных действий Баку. После ухода последних армян, расположенное недалеко от квартала Гузе, в окнах пюре кладбище XIX века было полностью разрушено. На кладбище, расположенном недалеко от Вазгена-Шена и датируем XIV веком, есть несколько средневековых хачкаров, которые якобы находились в зоне интенсивного строительства с 2023 года. Согласно спутниковым снимкам, большая часть кладбищ уже разрушена. Это позволяет предположить, что его можно заменить современной инфраструктурой. На кладбищах Казан-Четцот, построенных в XVIII-XIX веках, и у Ереванских ворот бульдозеры навалили мусор на нагробия, проложив дорогу через могилы, тем самым разрушая исторические нагробия. Учитывая это, Европейский Центр права и справедливости заявляет, что опасается за целостность монастырей Арцаха. В частности, судьба Дадыбанка, построенного между IX и XIII веками, Ганзасара, построенного в XIII веке, и Амараса, построенного в IV веке, вызвали обеспокоенность международного сообщества. До начала 1980-х годов на вершине гори Банкасар в полуразрушенном состоянии сохраняя нас церковь. Своей древностью и архитектурными особенностями церковь привлекла внимание историков-архитекторов. В советские годы церкви Банкасара была посвящена статья Ямпольского. Уповеду о существовании армянской надписи, отдавая дань амбициям ученых Баку, Ямпольский совершенно необоснованно назвал церковь албанской. В ходе исследований 1986 года, проведенных Самвелом Карапетяном и архитектором Казаряном, на северной стороне западного хода в церковь были обнаружены две надписи. Помимо двух литографий на сохранившихся стенах церкви можно увидеть также ряд других надписей. В основном они двух типов, с армянскими шрифтами и изображениями. Церковь Банкасар пострадала во время Первой Арцарской войны. После освобождения акне стало возможным исследовать и частично восстановить историко-культурные памятники территории. Осенью 2011 года Управление туризма Арцаха провело работы по очистке и укреплению. Работы по частичному укреплению были завершены в январе 2012 года. На куполе церкви был установлен крест. Разрушенная западная часть была восстановлена. 20 ноября 2020 года церковь Банкасар перешла под контроль Баку. В рамках 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели организовало мероприятие. На выставке были представлены копии картин 1930-х годов работающего в Индии известного армянского художника Саркиса Хачатуряна, хранящегося в Национальном музее в Восточной Армении. Представитель нашей страны в ЮНЕСКО Арама Купян подчеркнул, культурное наследие является мостом, объединяющим народы независимо от географического расстояния языковых и религиозных характеристик. Павильон нашей страны, где выставлены копии картин автора, будет работать до завершения работ сессии. Легенда армянского спорта Левон Джулфалакян введен в зал славы Международной Федерации Борьбы. Об этом на странице в Facebook сообщил Арсен Джулфалакян. За исключительные заслуги и значительный вклад как спортсменов, так и тренеров в дело развития борьбы Левон Джулфалакян включен в зал славы Международной Федерации Борьбы. Левон Джулфалакян – первый из Восточной Армении. Официальная церемония награждения состоится 5 августа в Париже в Борцовском доме. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова